Друзья, всем здорово! Вы на канале Никита Крылова, который называется Погнали! И, наконец-таки, рад сообщить вам всем то, что наша рипопея с Хачапури подходит к концу. Почему? Потому что мы вчера, после того, как сходили в кафе, купили хорошие новые дрожжи, я уже сделал опару, и буквально за пару минут она поднялась вот настолько. И я понимаю, что эти дрожжи уже не просрочены, сейчас будем месить тесто, и все будет супер-пупер. В общем, погнали! Пока тесто стоит, у нас Юля молодец, Юля приготовила завтрак. У нее, как всегда, традиционно бодерброд с авокадо, у меня с огурчиком, с колбасочкой. В общем, приятного нам аппетита! Та-дам! Полчасика всего лишь прошло, а уже тесто отличное, пышное, суперское. сейчас мы его будем, сейчас мы его будем до Юля спросить, когда мы хоть готовить будем. Ой, вообще суперское! тесто. Я уже прям чувствую, какие классные хачапури выйдут. Чуть-чуть его тоже помягче. Тесто очень любит, когда его вымешивать, поэтому много не бывает ему, поверьте. Поверьте, профессионалу, вы же вчера видели, какой профессионал на самом-то деле. Управляем его в холодильник, потому что оно будет делаться у нас примерно через часа четыре-пять не раньше, потом уже достанем и будет снова оно подходить. Но в холодильнике оно тоже так быстро не остынет, еще, думаю, разок примять точно придется. Погода была ужасная. Принцесса была прекрасная. Главное, не наоборот, правильно? Не наоборот. Юля еще на вечер курочку замариновала. Мы уже решили, что в хачапури вместо яйца к курицу добавим вот так вставим просто и будем так питаться, да. Пасточкой точно. Паскоп, паскоп. Блин, слушайте, так хочется на самом деле погулять. У нас зал на четыре часа. Я думал, до этого пойти пройтись, что-нибудь поделать. Таких грандиозных планов-то у нас нет. И что ты должен? Значит, сейчас будем тур выбирать, все. Я уже устала выбирать. Я тоже устала. Я уже неинтересно. Поэтому, я думаю, мы сегодня туда не поедем. Уже неинтересно, уже все. Да, честно говоря, особенно смотришь, каждый день какие-то правила меняются в каждых странах. Вот у нас, например, с 17-го числа, а сегодня у нас 14-го. 17-го числа внезапно вводят снова QR-коды. То есть, все было хорошо. Все было хорошо. Почему внезапно? Они говорили до 20-го числа. Такая, мне казалось, что их вообще отменят. А-а-а. Да. Вот почему. Для меня внезапно. Все было хорошо. Пока тут не пришло, начались весточки сверху, назовем это так говорить. Слушайте, а по-моему, к нам приходит новый штамп. И на подготовку осталось-то всего лишь неделя-две. И вот, собственно, я так понимаю, что через неделю-две я не удивлюсь, что вообще закроют границы. Так, я и тоже думаю, надо быстро сваливать уже, как можно быстрее. Ну, надеюсь, что все удастся. Вот так смотришь разные страны, там, действительно, из-за этого штамма вводят все новые и новые ограничения. Поэтому новая волна уже близко. Готовимся. Ох, погодочка, погодка. Холодно. Плюс два у нас. Сыро, мокро. Все тает. Ну, по-моему, вчерашним, да. Ну, вообще, ну, холодно. Еще я дурак взял, я думал, что все растаяло. Взял дурак, надел кроссовки белые. Ну, в общем, они уже не белые. Я вот, знаете, по Дубаю пока гулял. В этом были 10 ночей. Я ни разу не протер кроссовки даже. Вот. Как только. Вот. 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 К нам домой выпадаешь. Не знаю. Пять минут и все. Уже какие-то следы остаются. Магия. Магия. Ну, а мы сейчас идем заниматься в зал. После этого будем откидаться. Потому что, как бы я не хотел на улице поснять контент, ничего у меня не получится. Реально. Хм. 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 Картинка. Бе. 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 Только пришли к стрессунецам. Тренировочки. И сейчас нам надо очень быстро успеть приготовить хачапури. Потому что углеводное окно у нас же быстренько. Поэтому, не раздеваясь, сразу ставим на 100. Давайте 180 поставим. Вот. Будем, не знаю. Будем с конвекцией, я думаю, делать. Так будет более равномерно. В общем, и сразу достаю тесто. Тесто достану, чтобы оно уже было. Опа. Опа. Чтобы оно мягким снова становилось. Что у нас с тестом? Вот. Все. Видите? Дрожжи остановились, потому что оно холодненьким стало. Ну, не буду трогать руками. Они у них сейчас грязноватые. Холодненькое тесто стало, поэтому дрожжи остановились в свой рост. В общем, все сделали вовремя. Отлично. Так. Сейчас быстренько готовим поверхность. К тому, чтобы... Так. Я поставил противень в духовку. Для того, чтобы он был теплым. Потому что тесто у нас холодное. Вот так беда. Лучше, чтобы оно, конечно, постояло. Но у нас нет времени, наверное, сейчас. Чтобы оно снова было тепленьким. Чтоб дрожжи снова начали играть так хорошо. Юля, что, здоровое делать, я думаю, нет? Кого? Кого? Я думаю, две. Ну, вот из этого теста на три части? Да. Думаю, они слишком здоровые будут, нет? Ну. Хотя я это делала вам третьего. Ну, ладно. На три? Ну, третьего мы тогда зата будем делать. Да, да. Давай я и делал. В общем... Та не. Не, не в морозилку. Просто в холодильник. Ну, сейчас посмотрим, ладно. Как оно пойдет. Так, у меня есть весы. Для того, чтобы сформировать так более-менее ровные части, лучше ими воспользуюсь. Угу, угу, угу. 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 Ну, понятно, что. не ровный так 240 263 и 207 у нас уже есть первая лодочка сформированная видите тут в бортиках сырочек все есть сейчас в общем ставлю камеру на штатив и показываю быстро как я сделал вторую главное хорошо защипнуть я вижу у меня тут есть такие пробельчики главное хорошо защипнуть края а то что вот эти будут большие вообще неважно даже вот это у меня маленькие слишком потому что очень классно именно отсюда отхожу на потекла ладно давайте формирую вторую и погнали греть уже их поскольку они тесто холодное короче говоря лучше руками лучше всего руками естественно это делать но она мне не такой эластичная сейчас вот я скалкой воспользовался и так делаем такой овал большой большой овал так что не падает я вот специально противень разогрел из-за того что она холодная чтоб чуть-чуть хотя бы подниматься уже подниматься уже на противень и так будет лучше лучше хотя бы на час нам доставать его перед тем как будете делать а В принципе овал практически готов Я сейчас чуть-чуть еще раскатаю вот здесь У меня там меньше оно раскатано, говорю сразу Ну ничего, я думаю, что и то, и то получится вкусно У меня видите, как сыр стал таким однородным вообще, как колбаска Короче, мне подписчики прислали, как совет, говорит, добавить немного молока или слива Для того, чтобы потом более жиденькая была такая консистенция Я очень просто делаю сейчас Формирую такую вот Так, немного отщипнул Формирую такую вот колбаску Колбаска у нас пойдет под бортик Хрямсь Все, вот у нас бортик с колбаской получается Ой-ой-ой Надеюсь, в этот раз у меня получится Потому что обычно, честно говоря, из-за сыра Ну хорошо, все вкусно, но не прям идеально Не так, как, знаете, вот хочется В этот раз, я думаю, все будет идеальнейшим образом Ну, а ты мистер мускулом? Нет, давай Так И защипываем Защипываем и сюда Раз Хоп Все Готово Теперь самый ответственный процесс Необходимо эти все лодочки прям забить С горкой, с сыром Из одного куска теста, видите, такие разные получились Ну, мы же еще оставим, да, сыра на третью Ну, посмотрю сейчас Важное, чтобы вкусно было же Не останется, так не останется Что сделаешь? Вот они какие красивые Непропорциональные Но очень вкусные Здесь, конечно, больше сыра в бортиках Это сразу видно Вот, но Ничего страшного Главное Главное, чтобы будет очень вкусно В этом я не сомневаюсь Итак Самый ответственный момент Так Наверное, на эти рейлинги поставлю Короче, без рельс По-простому, по-пацански засунул Все Выпекаем А сколько выпекать, я не знаю До готовности Минут 20 Да, мне кажется, быстренько должны приготовиться Красота Пышнота Прошло буквально 5 минут Вот так они хорошо поднялись И посмотрите Разный способ защипывания Вот здесь я как бы Крутанул Тесто Хуже А здесь просто так Щип-щип И все Вообще намного лучше держит Поэтому лучше Защипните А не крутаните Если что, всем говорите Это Никита Крылов Так нам последовал Это, походу, кошка Да, у нас подрала Вот, видишь Ничего Конечно, да Самая тяжелая часть сейчас Это ожидание 10 минут прошло На вид уже кажется Нормальный Ну, хотя бы 20 минут Мне кажется, надо Все-таки тесто Ну вот Решили кофе немного сделать Ой, волнуюсь Волнуюсь Переживаю Побыстрее хочется Волнуюсь за сыр То, что тесто уже отлично Я уже вижу Сыр Чтобы был такой мягкий Такой Бережка Итак Прошло 18 18 минут Давай Оба И второй И мы решили Что пора желточек-то Уже и запустить Этот растекся Если что, ничего Страшно Ну, хорошо Ладно Буквально на пару минут Максимум Они уже очень красивые Румяные Классные Пару минут А может год? Ну, горячий Ага Сейчас 35 Вот, я думаю В 37 Ну, 38 минут Уже достанем В общем-то Мы даже бывало Желток Когда кидали Уже даже и не ставили То дело такое Кому что больше нравится Чисто из-за того Что белочек Там прихватился И все Сам желток Должен быть жизненький Конечно Ну и в конце Естественно Маслица Елю уже начинает готовить Соку, да? Ну да По кусочку Это как каша Знаете, много масла Не бывает в каше Но там уже у нас Есть масло в сыре Потому что Я вчера натирал Прям вот Замороженное масло В общем, сделал такую массу Вообще Впервые Я не знаю Впервые Надеюсь Что это даст Свои плоды Потому что Очень хочется Чтобы получилась Вот эта тянучесть Большая Классная тянучесть Ой-ой-ой-ой-ой Ой, какая красота Красотулечка Молодец Подгорела, да? Чуть А, нет Отлично 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 Помоги А, как я А, оторвать Давай Опа Опа Одна лодка Ох-ох-ох-ох Забирай Так Это лодочка номер раз Ой, я уже вижу По этому По маслу Что прям аж Утонуло там Поэтому сыр должен быть Видите Вот здесь мне неудачно Бортик не закрутился А отошел в итоге Короче Ну Как В общем Смотрите Как оно В общем Должно Лодка Два Ну Ну так вот Одинаковые практически Да Теперь момент истины Попросим настоящего Дегурсатора хачапури Чтобы она Попробовала Итак Тесто Что там с тестом Нормальное, да? Тесто Да Главное, насколько Ну вроде тянется так На вид, да? Ну Ну так Потому что мне кажется Больше присутствует этого Кого? Типа сулугуни? Нет Наоборот Кавказский сыр Ой Того-того Хлопьями Как творог, да? Больше Блин, ну не знаю На вид красиво Все Но он должен быть И тот, и тот Ну в общем Вкусно Да То есть видите Он нормально все Тянется Но Отлично Все Будем есть Приятного нам Апитей Ш На Съели все При все При все Юля наелась? Да Спасибо Да Пожалуйста Вам спасибо За то Что вы Вместе с нами Поели тоже Ну Ну как бы Получается Поели Вы хотя бы Посмотрели Что мы поели Точнее Объелся Говорю сразу Потому что Еще из-за Юли Доедал Вот Ну вот В конце Все-таки Конфеточку съем Потому что Если я всегда Конфетку Все Прям насыщаюсь Настолько Но сейчас у меня Полный живот И причем Вот Прям наелся По-настоящему Не набил Желудок Прям наелся Наелся Классное ощущение В общем Да Чуть отдохнем И Вперед Фух Я уже Лежу на кровати Уже Монтирую Думаю Ну куда уже Погнали Честно говоря Уже скоро Спать Чего В принципе Вам Тоже Желаем Хорошего отдыха Хороших путешествий Хороших хачапури Но не идеальным Она получилась Вот не идеальным Не идеальным Именно часть сыра Потому что Не знаю Где найти Прям классный Классный сыр Самый классный Хачапури Который я ел Это было на Кавказе Но мы понимаем В первую очередь Из-за сыра Вот Поэтому Если что-то Не получается Это означает Только одно Что необходимо Делать дальше Пробовать дальше Не останавливаться И тогда Все будет Это по-любому Все друзья Пока 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 Будьте счастливы Будьте здоровы Подписывайтесь на канал Ставьте колокольчик Все Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok